В сегодняшнем видео обзоре мы рассмотрим две модели строительных миксеров, посмотрим что внутри, реально проверим на что способны каждый из миксеров и как всегда в конце видео подведем итоги. Мне вот жена уже вайбер пишет. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментов и с вами Николай Дотошный. И у меня на обзоре два строительных миксера от торговой марки Днепро М. Это миксер модель BM162S. А также строительный миксер модель BM162S. Я буду их разбирать и смотреть что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. 160S модель указали мощность 1600 Вт, количество оборотов от 0 до 750 оборотов в минуту, диаметр венчика 140 мм и резьба соединения М14. Модель 162S имеет также мощность 1600 Вт, но на первой скорости имеет от 0 до 600 оборотов в минуту, на второй от 0 до 900 оборотов в минуту. И также диаметр венчика 140 мм и резьба соединения М14. Как вы уже заметили, эти миксеры между собой отличаются именно редуктором. Друзья, мощность в них указана абсолютно одинаковая. Я думаю, вам также интересно, как мне, разобрать их, посмотреть, какие двигатели, такие редуктора, такие кнопки. Ну что ж, погнали. Так, для тех людей, кто покупает в интернете и нет возможности потрогать данный миксер в руках, подержать его, хотел сказать такой момент. Рукояти у обоих миксеров идут полностью прорезиненные. Также удобный этот момент, что есть быстрый доступ к щеткам. Кстати, запасные щетки идут в комплекте. Да уже все привыкли, что нас всех балуют запасными щетками. Когда-то был в эпицентре и смотрю, мужик выбирает дрель. И первый из вопросов, который он спросил, а есть ли запасные щетки в комплекте? Вот, что людей это волнует. Мужик, который из эпицентра, вот смотри, щетки запасные есть. Сечение сетевого кабеля 2 на 1 миллиметр квадратных. Длина составляет 3 метра. Ну, это уже считается как бы нормой для Днепро М. Ну и сам по себе кабель мягкий, гибкий, резиновый. Что касается кнопки включения. Что мне понравилось? Мне понравилось, что кнопка имеет свое посадочное место. То есть она здесь абсолютно вообще не люфтит. И в чем еще прикол? Прикол в том, что кнопка данной не фиксируется и имеет как бы предохранитель нажатия. То есть без предварительного нажатия предохранителя мы не включим миксер. Если мы будем, например, миксер переносить с места на место, он у нас не включится случайно. И эта кнопка не фиксируется. Это тоже огромный плюс. Потому что если при работе, не дай бог, миксер киданет, он выключается. Ну что, хорошо реализовали под кнопку литье? И пыли будет меньше попадать, и удобно под палец. Мне нравится. В модели 162S переключатель огромный, массивный. Если не переключается, не отчаивайтесь. Немножечко кнопку поднажали. И тогда мы можем переключить. Так. 162S я подключил. Кнопка имеет плавный пуск. То есть сам миксер имеет чувствительную кнопку. Подключил 160 модель. И так же хочу попробовать. Так же кнопка имеет плавный вход. Чувствительная кнопка. То есть от нажатия нажимаем потихонечку, потихонечку миксер начинает крутить. Ну и это хорошо, что данные миксеры имеют такие кнопки. То есть если нам надо будет погружаться в смесь, она не будет нам разбрызываться. Мы можем скорость определять нажатием кнопки. В общем, друзья, только меня сильно не нужно хейтить в комментариях. Я хочу сейчас кое-что попробовать. Всегда так хотел попробовать. Сейчас я взял миксер 160. Хочу на него навалиться и попробовать. Он меня прокрутит. Подождите. Сейчас. Меня он гудит, а... А прокрутит? Не может меня. Так. Подключил 162-й. Поставил на первую передачу. Которая, как они указали, что она сильнее. Попробуем. Мой вес, чтобы вы понимали, 80 килограмм. Ох ты что. Никогда не катался на миксере. Да? Ох ты что. Реально, блин. Реально, реально, реально мощный. Причем я еще кнопку не нажимаю на полную мощность, потому что я боюсь. Ложусь на него и поехали. Реально, друзья, кроме шуток, этот миксер имеет большую силу. Вот добрался я до щеток. Они одинаковые. Размере 11 на 7 миллиметров. Так, чуть не забыл показать. Тоже очень хороший момент. В данных миксерах есть пластиковые насадки, пластиковые диффузоры. Для чего они? Для того, чтобы меньше попадала пыль в корпус. Кнопки идут полностью идентичны. Они имеют 10 ампер. Также понравился этот момент, что кнопки являются пылезащищенными. Для миксера это просто замечательно. Друзья, катушки статора полностью идентичны. Один в один. То есть, они имеют пластиковые держатели. Друзья, катушка статора вблизи. И все аккуратно. Витки лежат аккуратно, пролокованные. И провод тоже тлоского сечения идет. В общем, добрался я до якорей. Вот красавцы якоря. Они идентичны. Размеры их составляют диаметр 42 миллиметра. Длина металла составляет 50 миллиметров. И диаметр коллектора идет 29 миллиметров. Как вы уже заметили, якоря имеют бандаж. То есть, на больших оборотах этот бандаж создает дополнительную броню для якоря. Друзья, еще кое-что хотел показать. Что мне очень понравилось. Смотрите, какие зазоры между катушкой статора и корпусом совом миксера. Это очень хорошо. Я читаю на данном официальном сайте характеристики. Думаю, данный миксер может работать 2 часа. Думаю, как он будет работать, как он не будет перегреваться. А вот в чем прикол. В том, что такое расстояние будет лучше охлаждать катушку статора. То есть, охлаждение здесь будет лучше. Также понравился тот момент, что есть резинки на подшипниках. Если подшипник клинит, он не провернет посадочное место в самом корпусе миксера. Он провернется вместе с резинкой. Это тоже очень хороший момент. Подшипники возле коллектора стоят под номером 608. И фирмы Сен-Гю. А разобрав редуктор, сразу обратил внимание на войлочную вставку. Этот момент также технически грамотно продуман. А получается такая картина, что как бы войлок ловит смазку на себя. И смазывает конкретно зубья шестерин. То есть, эта шестерина будет служить намного дольше. Частично разобрав редуктор от 160 модели. Друзья, картина маслом. Смазка видно хорошая. Полностью вся конструкция на подшипниках. Шариковый подшипник здесь стоит. Тоже шариковый подшипник. Здесь у нас стоит игольчатый подшипник. Шестерни, которые крепятся на валах, идут на шпонках. Здесь шпонка и в этой шестерне также идет шпонка. Подшипник стоит также фирмой Сен-Гю. 698. Здесь у нас тоже идентичный. 698 подшипник. Также фирмы Сен-Гю. Ну, друзья, в 162-м С уже редуктор идет намного серьезнее. Также вся конструкция полностью идет на подшипниках. Подшипник, подшипник. И вот этот момент мне понравился, что шестерня здесь идет выточенная. То есть, она ни на какие шпонки ничего не садится. Вот эта шестерня берет на себя самую огромную нагрузку. И она без всяких шпонов. Это тоже очень хороший момент. Обратите внимание на смазку. Ну, реально хорошая смазка. Реально качественная. Ну, могут, могут, когда хотят, а? Ну, что ж, друзья, будем подводить итог. В общем, двигатели у двух миксеров между собой один в один. И плюс сделаны качественно. Понравился тот момент, как реализована система охлаждения. Меня удивил тот момент, как реально подошли к системе смазки. Миксер с двухскоростным редуктором подойдет для более агрессивных и сложных задач. Ну, а 160-я модель миксера справится с небольшими объемами и также с небольшими задачами. А самый главный тот момент мне понравился, что производитель указал, что миксерами можно работать около двух часов. А если ты еще не подписался на канал, обязательно подписывайся, нажимай колокольчик, иначе пропустишь много чего интересного. Походу, друзья, нужно уже закругляться. Мне вот жена уже вайдер пишет анекдотами. Я не понимаю, Ирка, как вы можете с мужем так жить? Ведь вы спите в разных комнатах. Ну и что? Если ему захочется, он мне тихонько свистнет. А если тебе захочется, тогда я ему громко кричу. Лёх, ты случайно не свистел? Да, я, короче, намек понял. Поехал! Поехал!